МОЛОДЕЖЬ ХАБАРОВСКА Александр Соколова для поддержки молодежных инициатив. Средства выделяются на реализацию проектов, направленных на развитие социально активной деятельности молодежи. Патриотическое воспитание, студенческое самоуправление, поддержку талантливых подростков, добровольчество, молодежные СМИ. На эти деньги также проводятся конкурсы и фестивали, спортивные соревнования и выставки для молодежи, организованные общественными объединениями. Как отмечают в Управлении по делам молодежи социальным вопросом администрации Хабаровска, наработанного опыта в проведении акций и мероприятий достаточно для успешной реализации молодежных проектов даже с уменьшением суммы грантовой поддержки. Депутаты Хабаровской городской думы на заседании комитетов рассмотрели проект бюджета 2016 года. Главный финансовый документ будет рассматриваться в одном чтении. Еще одной особенностью бюджета будет то, что принимается он на один год, а не на три, как раньше. Это связано с экономическими трудностями в стране. Проект бюджета прошел общественное слушание. Общий объем доходов 11 миллиардов 517 миллионов рублей. Расходы составили 11 миллиардов 817 миллионов рублей. Дефицит составляет без малого 4%. Больше всего расходов из бюджета потребует отрасль образования. Это более 6 миллиардов 312 миллионов рублей. Они пойдут на зарплаты учителям, финансирование деятельности школ и детсадов, молодежную политику и оздоровление детей. Почти 38 миллионов потребуется на капитальное строительство объектов образования. Более миллиарда 153 миллионов рублей понадобится для финансирования жилищно-коммунального хозяйства. Из них почти половина, 555 миллионов рублей, будет вложена в капитальное строительство. Всего же на кап строительство в 2016 году планируется потратить 687 миллионов бюджетных средств. Продолжится финансирование 24 муниципальных программ, таких как сохранение и укрепление здоровья, социальная поддержка граждан, развитие городской дорожной сети и благоустройства и других. Бюджет Хабаровска должен быть принят до 20 декабря. В Хабаровске планируется возродить сеть потреб коопераций и построить рынок. Об этом было заявлено в ходе заседания коллегии при мэрии города. Она была посвящена вопросам развития торговли и общественного питания в краевом центре до 2020 года. Основная задача муниципалитета в этой сфере – наладить процесс импортозамещения. Для этого необходимо стимулировать фермеров и владельцев подворий, рабозаготовительных предприятий выйти к покупателям, предоставив им место для реализации своей продукции. В управлении торговли считают необходимыми возрождение потребительской кооперации. Учитывая опыт ярмарки выходного дня, мэр Хабаровска Александр Соколов предложил строительство круглогодичного рынка для фермеров и сельхозаготовителей. По поручению главы города в управлении торговли займутся поиском площадки для обустройства такого рынка. Также городоначальник потребовал усилить меры борьбы с несанкционированными торговыми точками. Бригада кинематографистов из КНР приступила в Хабаровске к съемкам психологического триллера «Подо льдом». Он расскажет о судьбе китайского юноши, который приезжает в столицу российского Дальнего Востока, скрываясь от криминального мира Поднебесной. Здесь он находит свою любовь. В качестве режиссера фильма уступает победитель ряда престижных международных кинопремий, обладатель «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на 68-м венецианском международном фестивале Цай Шанцзюнь. А главную роль в фильме исполняет знаменитый китайский актер Хуан Бо. Режиссеры-актер встретились с хабаровскими журналистами прямо на съемочной площадке в одном из ресторанов города. Они рассказали о своем фильме и поблагодарили представителей хабаровской администрации за помощь в организации съемок. Учитывая то, что в самом Китае к съемкам этого фильма приковано большое внимание, это может увеличить туристический поток из Поднебесной. Съемки фильма будут также проходить на рынке многорядов, в пионерлагере «Дзержинец» на улицах Хабаровска. По словам режиссера, картина будет показана на главных мировых кинофестивалях в Каннах, Венеции и Берлине. Кроме того, Цай Шанцзюнь не исключил участие в фестивале «Меридианы Тихого». Премьера фильма ожидается летом 2016 года. Ориентировочно в декабре 2016 состоится показ и в Хабаровске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова